вот мокрое так повернуть давай загружай туда солому сильный мороз пил воду начинаю добавлять зерна смесь не вздумай клюнуть уже отбраковывается а ваши где вот так вот убираю навожу порядок у цыплят вот все что грязное я складываю в один кулек а в мешке приношу солому и сено в этот раз я уже вместо сена соломы постелила и немножко потому что влаги больше цыплята уже крупные и солома собирает эту влагу лучше чем сено сено просто немного насыпаю сверху это как корм будет им как витамины они будут здесь что-то выбирать какие-то листочки кормушка уже им заполнила осталось принести воду воду я ставлю на кирпичи и дополнительно я им ставлю воду еще в ведерке потому что этих трех литров на дни моего отсутствия мало цыплята пьют уже много они уже большие и меня спрашивали вот как раз настал тот момент как раз могу ответить здесь на этот вопрос когда я начинаю цыплятам давать уже зерна смесь вот приблизительно с полтора месяцев до двух месяцев в зависимости от размера цыплят от их роста я начинаю постепенно добавлять зерна смесь это не значит что убрать комбикорм и дать зерно смесь так никогда не делайте понемножку можно уже добавлять и я вам всегда говорю смотрите на развитие цыпленка смотрите на его клюв этот цыпленок способен скушать зерно пшеницы значит давайте но у меня это получается полтора где-то два месяца вот так вот я начинаю давать пшеницу и битую кукурузу самой мелкой фракции но смотрите чтобы она была без пыли ни в коем случае потому что это забивается ноздри цыпленок начинает чихать вы замечаете что цыпленок становится вялый думайте что он заболел а очень часто это просто всего лишь навсего забивается ноздри от муки которая содержится в дробленом зерне показываю вам и заметила подстилки кровь смотрите и курицы на лапе повреждение повредила она лапу видите перышко выклевали ей и пошла кровь вот я сейчас срочно буду забрызгивать эту рану йодом потому что уже это кровь и на цыплятах это все может привести к началу расклева каннибализму срочно нужно убрать на лапе кровь все отключаясь и буду брызгать йодом лапу вообще-то по-хорошему можно было бы кочку уже отсаживать но я это делаю со снесением первого яйца как только . снесет первое яйцо я сразу ее буду отсаживать вот смотрите видите это просто перо выдернулась перо и очень-очень такой такие места начинают кровоточить буду обрабатывать йодом испугались все теперь лапка выглядит вот так все нормально курицу отпускаю все и теперь все хорошо будет и вот так ставлю воду воду трехлитровая банка этого и мало поэтому дополнительно еще в ведре вода и обратите внимание вовнутрь я ставлю еще литровую банку это для того чтобы туда с лапами цыплята не залазили но еще и в банке что кое-что попьют конечно можно накрыть крышкой но я этого не делаю чтобы больше было воды ну и все теперь закрываю сверху обязательно сеткой чтобы никто отсюда никуда не делся и все с цыплятами у меня все сделано корм вода и сухая подстилка чистая и ждем первого яйца как только будет первое яйцо у этой курицы сразу она отправляется в курятник а цыплята будут уже сами потому что как только курица снесет яйцо она начинает их бить вот видите она уже их начинает обижать это говорит о том что скоро будет яйцо этим цыплятам уже полтора месяца и вот смотрите зерносмесь пшеница целая кукуруза битая вот посмотрите пыли нет вот смотрите показываю вам согласно такую кукурузу найти сложно потому что ее дробилками дробят вместе с кочанами есть такое смотрите внимательно когда покупаете кукурузу ну и вот такую хорошую кукурузу купить очень сложно это я знаю но я нашла одно место где я покупаю и мне очень нравится качество этой кукурузы и вот цыплятам полтора месяца я уже могу смело начинать добавлять зерносмесь вот так вот я это буду делать обычно я размешиваю с комбикормом но мне просто сейчас уже нет времени на это я очень спешу поэтому вот так вот сверху то она их научит смотрите она сразу да не и сами знают видите как и уже будет быстрее у них рост вот как только видите что клюв цыпленка уже способен расклевать зернышко пшеницу я не дроблю мне не надо этой муки и если правильно если цыпленок здоровый то он вполне может переварить пшеницу и кукурузу и это уже будет сытость на долго потому что комбикорм конечно дорого покупать для цыплят все время кормить цыплят комбикормом поэтому я вот где-то с полтора-двух месяцев начинают добавлять зерна смесь и начинают делать понемножку накрываю хорошо сверху следующий раз я буду просто перемешивать немножко этой зерно смеси комбикорма и засыпать в эту бункерную кормушку в этот раз одно яйцо марс может хватит но я же привожу много корма много корма посмотри ты еле ходишь уже маруся ты уже еле ходишь маруська сколько можно таскать яйца ну сколько можно ты еще хочешь ты только что съел целую миску корма вкусного марс иду в курятник смотреть что там происходит только приехала но первым делом кормлю котов а потом иду в курятник сухой корм у них есть всегда в большом количестве так же как и у кур зерно смесь но привожу я им вкусное что-то мягкое что-то какие-то обрезки это привожу и они это очень любят убираю на гнездах ведерко шпатель все это убираю перед тем как собирать яйца а теперь смотрите кто это узнаете опять она сидит квочка но ее садить я точно не буду продолжаю уборку все нас ели все смотрите пустая кормушка и вот смотрите подстилка как себя ведет через три дня если в вольере сухо то и на дольше хватает чистоты вот я ничего здесь не меняла прошло три дня и подстилка и подстилка очень даже в хорошем состоянии зерна смесь у кур еще есть конечно же самой кормушки они выбирают в первую очередь кукурузу хотя нет смотрите кукуруза тоже еще есть здесь вот зерна смесь еще есть проверяю количество и в этот раз добавлять я не буду потому что это у меня не единственная кормушки в этом вольере в этом вольере есть еще и уличная бункерная кормушка в которой тоже есть зерна смесь и во втором вольере тоже ничего в этот раз убирать и насыпать не нужно все тут отлично единственное что у меня нет ракушки и кормушка пустая но немножко подождут следующий раз обязательно привезу и покажу вам бункерную кормушку которую я вам всегда показываю насыпаю сюда зерна смесь один раз где-то приблизительно в три недели и вот приезжая просто только контролирую вот смотрите видите в этот раз тоже сюда ничего добавлять не буду этого хватит на сколько дней будем смотреть и подстилка тоже в отличном состоянии все слуха чисто и в этот раз чистить курятники я не буду все хорошо единственное что мне нужно это почистить гнезда и собрать яйца сегодня яйца я буду собирать из этого вольера в инкубатор а у этих кур старых в третьем вольере еще есть ракушка и довольно много будете делиться заберу тут немножко и дам средний вольер чубатым курочкам вот сколько у них есть это ломан сэнди белая курочка с черными вкраплениями перьев хотя бы немножко хотя бы немножечко но пока я куплю у них будет ракушка вот так вот видите какая необходимость сейчас в ракушке следующий раз срочно привезу целую пачку им вот еще где можно ракушку взять у фавироли еще есть немножко поделитесь возьму немножко здесь тоже квочку вижу вставала рассыпала рассыпала разгребла зерно квочку я трогать не буду пусть сидит себе все беспокоить квочку нужно как можно меньше и тогда будет результат вот увидели у меня зеленая в руках и быстренько у меня выхватывают это лук я вам показывала у меня есть несколько кустиков на улице которые я держу для птицы кушайте сильные такие клюв сильный все 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 принесу еще принесу у меня еще есть а пока меняю воду в ведрах вот в таком состоянии вода когда я приехала обязательно нужно налить чистую воду а а а а а вот и чистая вода а 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 Что-то маленькое яйцо. Забираю кормушку. Наполню, принесу полную. Все, кормушку наполнила. Смотрите, какое красивое зеленое сено. Сено обязательно должно быть в рационе у кур. Это важно. Летом это трава свежая, а зимой обязательно сено. И пока я ходила за сеном, пожалуйста, вы видите, она опять пришла и села. Но под эту курицу я яйца подкладывать не буду. Пусть сидит. А можно еще даже и сделать по-другому. Для тех, кто не знает, чтобы курица перехотела сидеть, квахтать на яйца. Ее нужно просто отсадить в другое помещение, где нет гнезд и где нет яиц. Поставить ей кушать, там пить. Посидит одну недельку и перехочет. У меня, кстати, есть такая возможность. У меня есть отдельные домики два, куда я могу ее пересадить. Но она мне пока не мешает. Вот чем хорошие вот эти гнезда, курица не сидит на яйцах. Смотрите, она сидит на линолеуме. И она не греет яйца. Поэтому с такими гнездами, вот, яйца все собираются в яйцезборнике. И курица нагреть их не может. Поэтому пусть сидит сколько захочет. Но напомню тем, кто подзабыл, может быть, кто-то не видел. Эту курочку я садила уже на яйца несколько недель назад. Она недельку посидела на них. И там она сидеть не хочет. Она хочет именно в курятнике. Она хочет именно здесь сидеть. И она встала с этих яиц. И только испортила мне яйца инкубационные. Поэтому доверия к ней уже у меня нет. Не буду под нее подкладывать. Пусть сидит, перехочет, потом само собой пройдет. А может быть, еще и отсажу ее. А тем курочкам, которым я не сделала вот такую бункерную кормушку для сена, я насыпаю его прямо в подстилку. Вот так приношу. И где-то в одном месте вот так насыпаю. Они потом приходят и разбираются с этим сеном прекрасно. Вот так кушают. Обязательно нужно давать сено. Даже если нет кормушки, это не повод не давать сено. Просто на пол, конечно, они это все разгребут. Но для этого они и существуют. Куры есть куры. Нести яйца и гребти траву. Поэтому вот так вот. Нету времени сделать им кормушку. Летом будет побольше здесь времени. Вернее, летом наоборот меньше времени. Но зато больше времени я здесь буду находиться. И летом сделаю кормушку. Вот так все налетают сразу. Сено куры любят. Стареньким курочкам тоже даем сено. Ого, что-то им тут слишком много получилось. Сено куры любят. Сено куры любит. Сено куры любят. Субтитры сделал DimaTorzok Купаются песочки прямо под кормушкой Меня просили зрители обратить внимание на сережки этого петуха И вот я хочу вам ответить, почему у него такие сережки Сейчас я вам покажу поближе Специально словила этого петушка Смотрите, вот такое на сережках может быть Вот такие вот сережки могут быть после морозов Как это происходит Вот смотрите, видите, я думаю, что вам там видно Вот, а теперь расскажу вам, как это происходит В мороз петушок пьёт воду И когда он пьёт воду, он макает эти сережки в воду И получается, что на морозе здесь намерзает лёд И вот эти сережки немножечко, конечно, подмерзают И повреждаются Всё это из-за мороза Сильный мороз пил воду из ведра И вот такое вот происходит Ну, ничего страшного нет Конечно, можно было бы и намазать каким-то жиром здесь Но я в таких случаях ничего не делаю особо Потому что сережки для петуха и гребень Это очень болевое место Поэтому я меньше всего сюда касаюсь Вот, оно пройдёт, заживёт и пройдёт Это обморожение Вот такое бывает на морозе Когда петух пьёт воду из ведра Страдают этим в основном петухи У которых вот такого строения серёжки Есть петушки, которые пьют воду А серёжки не макаются в воду И вот такие петухи, конечно, страдают меньше Ну, вот такое строение у этого петуха серёжек И думаю, что всё будет хорошо Морозов уже больше не будет Всё у него, всё у него пройдёт Ой, какой же ж ты Сиди Я рассказываю, ты слушай Понял? Всё, молодец Петушок очень хозяйственный Очень заботливый За курочками смотрит Молодец Ну вот, немножко серёжки пострадали у него Но это ничего страшного Иди Всё Ой-ой-ой А у этого петушка строение серёжек такое Если он будет пить воду, он их не намочит Молодец 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 у этой курочки что-то видите палец кровоточит нужно тоже обработать йодом основная моя цель сегодняшний ай кусается сегодняшней моей поездки это собрать яйца для инкубатора эти яйца с первого вольера будут для еды отсюда я инкубировать не буду брать яйца а в основном буду брать яйца чубатых кур которые у меня отсажены отдельно но это еще не один с придется мне приехать еще через пару дней и потом уже эти все собранные яйца для инкубации отвести одновременно в этом гнезде все потому что инкубировать буду не я яйца будут для родственницы моей в этом гнезде 4 но вот эти яйца все что я сейчас собираю это в еду это не для инкубации почему объясню здесь у меня сидит петушок декоративный вот такой вот и очень часто многие делают грубейшую ошибку продавая инкубационное яйцо с вот таким петухом потому что курочки потом будут вот такие маленькие вот такие курочки будут все рассказываю вам как есть вот это я у кого-то купила в прошлом году яйцо инкубационное и теперь у есть несколько вот таких вот курочек которые сто процентов содержались с декоративным петушком вот так вот можно купив инкубационное яйцо получить вот такой вот нехороший результат поэтому когда покупаете яйцо обязательно узнавайте пусть вам покажут петуха который содержался с этими курочками вот такая малышка у меня есть поэтому эти яйца я не инкубирую в этом гнезде так в этом гнезде у нас 5 яиц и вот этот мусор обязательно нужно убрать вьет гнездо себе курица видите вот откуда берется солома вот в этом яйцесборнике сидит на краешке гнезда и складывать солому гнездо давай давай загружай давай загружай туда солому все убираю в гнезде и иду собирать дальше яйца на складывала туда соломы и вышла сообщает что она снесла яйцо а яйцо у нее вот такое вот это курочка помесь с мараном петух был маран еще смотрите обнаружила еще одно яйцо это яйцо задержалась возле резинового смотрите видите это резиновое прикрученная на саморез и каждый раз я его вот так поворачивая а куры его разворачивают хотя можно его и вот так в эту сторону вот так повернуть это резиновое яйцо но служит приманкой чтобы куры знали куда нужно нестись но если это яйцо задержалась вот здесь вот возле этого яйца это не страшно придет следующая курочка и лапами она толкнет и она опять упадет туда в эту дырочку и попадет ко мне в ведро но сначала в яйце сборник сюда вот а потом вот такое вот целое будет хорошее яйцо пошла пошла нестись какая-то вот нужно именно там и сидит курица вот там где сидит курица ей тоже туда надо и вот тут точно будет еще одно яйцо буду уезжать обязательно зайду еще здесь посмотрю чтобы забрать максимально яиц хотя это яйца все кушать можно забрать их и в следующий раз а вот теперь я уже иду за яйцами для инкубатора вот здесь уже мне нужно отделить яйца и для того чтобы их отделить я взяла вот такое полотенечко постелю и сверху буду складывать яйца которые уже пойдут для инкубатора так что у нас тут у нас тут вот такие красивые яйца конечно это очень большое яйцо для инкубации я еще буду пересматривать их это не значит что я их всех буду отдавать всех я должна еще я про вас копирую посмотрю нет ли трещин нет ли каких-то повреждений и все остальные пойдут ну смотрю что форма правильная красивая без никаких наплывов яйца хорошие вот смотрите и даже вот еще яйцо эмарана есть но конечно это очень крупные яйца для инкубации очень крупные не знаю но придется передавать это яйца для моей родственницы она будет закладывать инкубатор большой и я и буду передавать яйца чтобы в этом году с инкубаторами не возиться и вот тут еще верхнее гнездо 3 отличных яйца но вот это смотрите уже отбраковывается одно яйцо минус так и еще раз повторю придется приехать еще один раз через несколько дней и собрать яйца чтобы уже вместе с этими отправить сразу побольше яиц потому что отправлять это нужно будет далеко вот это инкубационное яйцо будет ехать моей родственнице и дух старым курочкам что вы тут переворушили все так эти яйца которые старых кур конечно же они пойдут в еду ни на какую не инкубацию так что здесь здесь у нас четыре яйца и сейчас я их положу под низ этой этого полотенца вот так вот так сделаю чтобы мне не перепутать заглядывать заглядывает любопытная и вот я предполагаю что вот это несутся именно вот ломан сэнди яркий гребень красный вот скорее всего и вот эта курочка тоже смотрите яркий гребень у нее а вот это наверное не несется бледноватый гребень 4 яйца сюда старых кур здесь здесь убираю солому и закрываю все и вот в этом гнезде сейчас посмотрю в этом гнезде ничего нет ну ничего удивительного если честно мне не удивительно почему-то хотелось бы конечно ливенского ситцевого вот этого петуха отсадить с курочками ливенскими ситцевыми и получить такое инкубационное яйцо ну на это все нужно время на это нужно это нужно еще подготовить домики домики у меня еще не подготовлены в общем куча работы и я уже молчу про рассаду про огород обрезку деревьев малины смородины очень много работы все не успеваю и вот такие яйца я заказала хочу купить чубатый доминант чехия и тоже отправлю вместе с этими яйцами на инкубацию в большой инкубатор моей родственницы это очень хорошая несушка которая несет зеленое яйцо и если помните занеслась эта курочка самая первая в три с половиной месяца было первое яйцо именно чубатого доминанта чехии поэтому в этом году я опять хочу таких же яиц и таких же цыплят и яйца фавероли тоже хочу передать на инкубатор мне очень нравятся эти курочки и обязательно хочу таких цыплят и сейчас посмотрим если там что-то если помните солому я уже сюда не застилала просто обычное гнездо с яйцесборником и сейчас будем смотреть ой какая красота смотрите три яйца но такие грязные запыленные потому что здесь пыль это понятно куры гребутся здесь земля и и вот такие вот три яйца фавероли тоже поедут в инкубатор все гнездо закрываю что закрываю и все и красота пусть несутся и и и и и и и посмотрим здесь что у нас это в теплице со второй стороны где сидят фавероли у меня сидят шелковые и вот такая одна поместная курочка с амерауканом так здесь у нас одно яйцо одно яйцо огромное яйцо но вот смотрите эта курочка содержится с петухом шелковым поэтому инкубировать это яйцо вот этой курочки яйцо инкубировать я не буду это яйцо кушать поэтому она идет сюда под под полотенце вот так все закрываю и иду дальше и 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 что у нас здесь у нас одно яйцо одну ну вот это можно инкубировать это курочка марана была с петухом мараном и большая вероятность что все будет хорошо не вздумай клюнуть ну да ногти интереснее все все мне больно хватит отходи где яйца где ваши яйца вот берите пример смотрите сколько видите а ваши где и и тишина все это все яйца которые я собрала забираю домой но через пару дней и еще соберу чтобы передать уже ну хотя бы десятка два а а а а а а а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...